Мои витания всем глядачам та подписникам канала «Сейчас». Я Олена Кырик и рада витати на стриме «Разум земной» Сергей Жирнов, специалист из международных видностей и спецслужб, лыжний и старший офицер службы зовнішнього розвитка КДБ СРСР та Руси. Сергей Олегович, приветствую. Здравствуйте, Алена, и привет всем нашим зрителям. Я традиционно закликаю наших глядачей в быть активными и подписывайтесь на авторский канал Сергея Жирнова, свои подписки и поддерживайте нашу YouTube-платформу и так само чекаем на ваші вподобайки, тематичні коментарі та поширення цілу виду. Якщо маєте питання до Сергія Жирнова, так само можете їх узвучувати і з задоволенням будемо їх розглядати і відповідати під час наших наступних випусків. Сергей Олегович, хочу начать нашу с вами сьогоднішню беседу. У нас 3 сентября, Путін с офіціальним визитом в Монголі, а 2 сентября ми вот наблюдали, какие два события. Значит, Соединённые Штаты Америки конфисковали борт номер один президента Венесуэлы Мадуро. Ждали, вот СНН показывала кадры задержания этого борта, Мадуро на борту не находился, но вот самолёт задержали. Один из официальных лиц в США в интервью СНН сказал о том, что захват самолёта главы иностранного государства – это на самом деле неслыханный случай уголовных дел, и здесь Соединённые Штаты чёткий сигнал посылают, что никто не стоит выше закона. Тем временем, вечером 2 сентября, мы наблюдаем и следующие кадры. Путин прилетает в Монголию. Монголия, которая ратифицировала римский статут и, собственно говоря, должна была бы задержать Путина. Путина встречают, красную дорожку утрапа самолёта ему постелились. Сейчас уже кадры появились в сети, что встретился он с президентом Монголии, и даже пригласил его на саммит БРИКС, который будет в Казани в октябре этого года. Скажите, пожалуйста, какова главная цель, какую Путин преследовал, почему он полетел в Монголию, и вот то, что он себя чувствует там настолько безопасно? Чего это ему стоило, скажем так? Чем он будет рассчитываться с Монголией? Ну, давайте мы начнем по порядку с Венесуэлы, с самолета. Там все проще, потому что у Венесуэлы не производят свои собственные самолеты. И поэтому для президента своего она покупает иностранный самолет за иностранные деньги, за доллары, скорее всего, или арендует этот самолет. И поэтому Соединенные Штаты Америки, которые провозглашали некие экономические санкции против Венесуэлы, в том числе провозглашали, я уж не помню там до конца, что там было, потому что там они то провозглашали, то отменяли, и я не помню, что там осталось. То есть, грубо говоря, они говорят, что этот самолет был либо зафрактован, либо приобретен в обход этих санкций. И судя по тому, что там произошло, они просто этот иностранный самолет иностранного производства каким-то образом до него добрались и его, так сказать, конфисковали и забрали себе. То есть здесь, скажем так, это не венесуэльский самолет, и тут нет никакого прямого, так сказать, нехорошего какого-то акта, недружеского акта по отношению к Венесуэле, потому что это не ее собственность. То есть это, грубо говоря, или даже если ее собственность, то она куплена на доллары, а это запрещено было санкциями Соединенных Штатов Америки для Венесуэлы. И по этому поводу, в этом смысле, они соблили какие-то привычные, и им удалось все это сделать, тем более, что на самолете на самом деле не было самого Мадуро, то есть, в принципе, это просто летательная машина, которая, так сказать, абстрактно, как бы, время от времени обслуживает Мадуро. С Путиным все сложнее, потому что, как вы обратили внимание, он прилетел на российском самолете, то есть даже если бы Соединенные Штаты Америки захотели бы в отношении Путина сделать такую штуку, это ему не удалось бы, потому что самолет Российской Федерации, это ее собственность, это ее собственные постройки самолета, это, значит, Ил-96, который обслуживает отряд России, специальный отряд, который обслуживает президента и высших чиновников Российской Федерации. Вот, и поэтому вот такой трюк с путинским самолетом Соединенных Штатов Америки не удался бы. Тем больше, что этот самолет стоит не где-то там на караибах, в карибском бассейне, да, вот, а стоит он на стоянке во Внуково-3, и в ангаре Нуково-3, или там на поле налетном, вот, то есть там совсем другая история. Ну и Путин, естественно, когда он летает за границу, он летает в сопровождении истребителей, которые, значит, там, типа должны отбивать любые попытки его самолет, то ли арисовать, то ли остановить, то ли сбить. История с Монголией – это история, безусловно, издевательства над международным правом. И Путин только для этого и полетел в Монголию. Иначе ему было бы даже не было бы лететь, потому что, ну, страна небольшая, объемы торговли очень небольшие. Вот, но Путин едет, в принципе, у него поездка-то, на самом деле, была на Восточный экономический форум, который там скоро откроется. Вот, ну и по пути он заехал в Хризыл, потом в Монголию, и потом, значит, на Восточный экономический форум, где традиционно он старается собрать каких-то там китайцев. Вот, ну вот пока что, я не знаю, приезжает туда Си Цзиньпин или приезжает. В прошлом году не приезжал туда, по-моему, приемнистр китайский ездил. Вот, ну и Путин носится с этим форумом, потому что это, учитывая то, что Петербургский экономический форум превратился теперь просто в отстойник, куда вообще никто не приезжает. То есть вот на прошлое приехали талибы, боливский, риванский президент Боливии и еще кто-то там вот такого же плана. То есть на самом деле Петербургский международный экономический форум перестал быть практически международным, стал просто таким отстойным. И у Путина остается еще один осенний. Это вот, значит, восточные Владивостоки, вот, куда там время от времени приезжает то Ким Чен Ын, то Си Цзиньпинь, то еще кто-то из китайцев или северокорейцев. Ну тоже там иногда МОДИ может приехать. Вот Путин туда пытается кого-то заполучить из более-менее значимых фигур международных. Вот, и по пути он сказал себе, почему мне не съездить в Монголию, потому что у Монголии вот какая-то проблема. Даже если Монголия, представьте себе, Монголия решила бы исполнить мандат, значит, ордер Международного уголовного суда, который подразумевает задержание Путина, там, где он оказывается на территории любого государства, подписанное ратификанты их. Теперь после того, как Армения и Украина ратифицировали статут, римский статут, их теперь 125 государств. Раньше было 120-30, теперь 125. Кстати, в Википедии до сих пор то, что Украина ратифицировала в русской Википедии, не отмечено. Вот, и я так думаю, что украинским людям, которые занимаются написанием статьи в Википедии, надо это учесть, что в Российской Федерации есть нежелание отметить то, что Украина ратифицировала римский статут 21 августа. Вот, и у Монголии вот какая проблема, что даже если бы она захотела задержать Путина, у нее граница только с Россией и с Китаем. Это страна, которая не имеет никакой другой границы. И поэтому она, это анклав, который зажат двумя хищниками международными. Один огромный Китай и вторая маленькая Россия, но тоже очень хитрый хищник. И поэтому вот вывести, грубо говоря, физически Путина, задержанного в Международный уголовный суд, можно было бы только через территорию России или только через территорию Китая. И для этого, естественно, как вы сами понимаете, нужно разрешение того и другого. Через напролет самолета, который бы его повез в Гаагу. И поэтому Путин понимал, что ему в этом случае ничего не грозит, потому что в Китай он уже ездил в мае месяце, его никто там не арестовывал. Но Китай не является сертификантом МУСа, поэтому там вообще ему ничего не грозило. И Китай явно совершенно не дал бы такое разрешение напролет какого-нибудь иностранного самолета из Монголии через его территорию для того, чтобы Путина, так сказать, доставить в Гаагу по назначению. Поэтому Путину, естественно, ничего не грозило. Но сам факт того, что Монголия, которая является страной, ратифицировавшей римский статут и не исполняющей его, это доказывает то, что международное право не работает. Это плохо для Монголии, для ее репутации. Но она посчитала все издержки, все плюсы и все минусы. Сказала, что плюсов для нее в ближайшей перспективе больше, чем минусов. Потому что минусы, конечно, это нарушение международного права, это снижение ее международной репутации. А плюсов больше, потому что она наверняка с Путиным это дело продала за что-то значимое. Нужно понимать, что Монголия зависит от Российской Федерации. Прежде всего, по бензину. Она покупает практически весь свой бензин в России, хотя он и плохой. И она зависит от России на 80-90% по электроэнергии. Все остальное у нее в Китае. Она торгует с Китаем. У нее на самом деле есть все любые минеральные какие-то природные ресурсы. Монголия большая страна, но в ней очень маленькое население. И поэтому ей на самом деле довольно просто было бы, если бы она вообще умела бы сама все делать, то она могла бы стать такой же страной, как Катар, там, Арабские Эмираты, то есть маленьким государством с большим количеством денег. Но за Монголию сейчас идет борьба, кстати, и всегда шла борьба, и в последнее время идет очень активная борьба между Китаем, Россией и Западной Европой, в частности, Францией, которые пытаются... У Монголии там есть вроде уран, и Франция пытается получить договоры с Монголией на поставку урана после того, как она потеряла Нигер в Африке. Так что там идет большая геополитическая борьба, плюс по территории Монголии идет разговор о создании «Силы Сибири-2» в Китае. Потому что там есть много-много проектов. Китай ведь отказался инвестировать в этот проект еще в прошлом году. Путин все-таки настойчиво сейчас, даже вот были в СМИ сообщения о том, что предложил Монголии скидки на топливо в обмен строительства этого газопровода. То есть он на инвестиции монгольские, получается, рассчитывает сейчас? Нет, он не рассчитывает на монгольские инвестиции, он рассчитывает на монгольское согласие дать свою территорию для того, чтобы транзитом этот путь прошел в Китае. Монголы в этом смысле, для монголов это было бы не самым плохим вариантом, потому что они получали бы таким же образом право контроля за транзитом этого газа. А это, значит, какой-то вентиль, который можно перекрыть, ну а дальше, значит, так сказать, бодаться с Путиным, чтобы получить от него очередное количество каких-то поблажек. Ну то есть там, на самом деле, там есть еще атомная станция, то есть Монголия понимает, что она сейчас зависит от России по электроэнергии, для того, чтобы стать независимой, ей надо построить атомную станцию. И тоже разговор о том, кто ей будет строить, будет ли строить Франция в Великобритании, или будет ли строить Россия Росатом. Если будет строить Россия Росатом, то понятно, что никакой, так сказать, самостоятельности Монголии не получит, потому что все равно обслуживать его будут российские специалисты, а это значит, что все равно зависимость от России. Если Монголия будет не дура, она согласится, скорее подпишет с Францией строительство атомной станции, потому что тогда хотя бы есть какой-то противовес Российской Федерации и Китаю. Ну, то есть там много геополитики. И Путин, конечно, приехал в Монголию не столько для этой геополитики, потому что все это на самом деле долгосрочные, долгоиграющие проекты. Там все торговля идет в текущем варианте и идет себе тихо спокойно. Вот. А эти все проекты можно было бы двигать и не приезжая в Монголию. Тем более, что вот Силы Сибири 2. Сам Китай-то, в общем, не очень хочет. И поэтому Путин через Монголию может получить согласие в Монголии, но Монголия скажет, ну и строй сам, точно так же, как Китай. То есть она может сказать, мы можем предоставить свою территорию за скидки, но деньги вкладывать не будем. Вот. И Путин все равно будет строить за свои деньги. Вот. А он добивается, чтобы пытаться, попытаться найти каких-то коинвесторов, соинвесторов для того, чтобы строить эту штуку. Вот. Но на самом деле главная задача этого визита заключалась в том, чтобы показать всему миру, что никакие международные организации не работают. Это мы знаем про... Ну, в принципе, мы все это знаем. Да. То есть понятно, что весь мир, весь порядок, который был выстроен после Второй мировой войны с организацией объединенных наций, с кучей организаций международных, которые либо зависят от ООН, либо являются самостоятельными, но как бы по типу ООН. И вот они все на самом деле не работают в том смысле, что они работают, пока все хорошо. А вот если какая-то страна начинает не выполнять свои обязанности, то мы вдруг убеждаемся или там отказываются выполнять какие-то решения этих организаций, которые ее обязывают делать что-то, что ей не нравится. То у всех этих организаций на самом деле нет практически никакого механизма принуждения к исполнению таких обязанностей. Нет механизма принуждения к выполнению обязательств Монголии по аресту или задержанию Путина в рамках Ордера Международного уголовного суда. Нет принуждения у ООН по принуждению каких-то государств, которые нарушают ее резолюции, в частности Российская Федерация по Корее Северной, Израиль по Палестине и так далее. Там много есть стран, которые нарушают на самом деле. И вся эта система не работает. И Путин, похоже, задался целью вообще разрушить всю международную систему, всю систему международных отношений. Это самоубийственный шаг, потому что Российская Федерация сама же будет от этого терять, потому что если никто не будет соблюдать международные договоры, то и в отношении Российской Федерации никто не будет соблюдать международные договоры. И все начнут ездить через ее моря, как хотят. Ну, там дальше придется воевать, я не знаю, подводными лодками или крейсерами, значит, доказывать свое военное право на то, что вы там большие и сильные. Но Россия на самом деле слабая экономическая страна, и это ей не выгодно. Но Путин идиот-самубийца. Это доказано уже всем его последним правлением последних 10 лет. И ему наплевать совершенно на то, что будет после него, после меня хоть потоп. Ему самое главное, он не строитель, он разрушитель. Путин, человеческое задание и государственное задание Путина разрушить Российскую Федерацию и разрушить мировые связи. И он с этим заданием справляется очень успешно. Сергей Олегович, в контексте Китая, вот хочу продолжить эту тему с вами, в контексте поглощения Китаем российских территорий. Вы такие предположения о том, что это может быть, высказывали еще, я помню, в наших интервью два года назад. Президент Тайваня сделал заявление следующее. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности, говорит он. А если ради территориальной целостности, то почему бы ему не забрать обратно оккупированные Россией земли, которые были подписаны в Айгунском договоре? Россия сейчас в самом слабом состоянии, говорит президент Тайваня. Ну а тем временем, вот вы Путина вспоминали, да, его визит в Тыву. Там он на встрече со школьниками рассказал о том, что, цитата, «маленькие члены его семьи свободно говорят на китайском». Тут в СМИ появились сообщения о том и размышления, кто же это такие, дети, внуки, внебрачные дети и так далее. Как вы прокомментируете эти две новости? То есть началось ли уже существенное поглощение Китаем России? Потому что о том, чтобы уже вводить вторым китайский язык, заговаривали и представители Госдумы. Поглощение Российской Федерации Китаем идет давным-давно и, опять же, очень успешно. Практически весь Дальний Восток поделился. Либо он работает на Южную Корею, Японию и Австралию, либо он работает на Китай. И больше работает на Китай в последнее время, чем на Японию. Но Япония была богаче до сих пор. И люди, которые распродавали свои недры и природные ресурсы и рыбу, они предпочитали это делать в богатую страну, Японию, в которую платили нормальными деньгами, чем в Китае. Но Китай стал, в общем, приближаться к Японии, даже официально превосходит ее теперь по ВВП, по богатству. И поэтому Китай тоже практически без всякой войны, без всякого объявления того, что он конфискует какие-то свои территории бывшие, он просто скупил все, что можно было скупить, чиновников, земли взял в аренду долгосрочную, для того, чтобы выращивать свои овощи какие-то. Ну, практически это то же самое. Ну, Тайвань нашел просто красивый ход. Это красивый ход такой для того, чтобы поймать в ловушку Китай. Потому что у Китая по этому договору, 1858, там два договора было, 1858 и 1860 года, Российская империя отхватила миллион квадратных километров. Миллион квадратных километров. И на последних географических картах уже этот миллион квадратных километров в российской территории помечен китайскими названиями. То есть Китай не забыл о том, что его территория временно находится под, так сказать, захватом Российской Федерации. Вот. И Тайвань таким образом пытается пустить общественное мнение китайское, что типа, если вы, китайцы, такие защитники своих бывших территорий, то надо не захватывать Тайвань, который маленький, и который сложно захватить, потому что он островок, там, значит, надо плыть через какой-то пролив, там, то есть это все сложно. А вот у вас территории российские, которые очень легко захватить, тем более, что Путин нам сказал, что за Уралом, за уральским хребтом Российской Федерации на территории Сибири и Дальнего Востока проживает всего 12,5 миллионов россиян. 12,5 миллионов. Это ничто. А рядом находится Китай, который считает, что миллион квадратных километров его, и у него миллиард 400 миллионов населения. То есть, грубо говоря, ему, так сказать, просто сказать, что вот через российскую границу переходит 100 миллионов единовременно, и что Путин делает? Ничего Путин сделать не может, потому что иначе надо применять ядерное оружие. Кстати, Российская Федерация именно для этого изменила свою ядерную доктрину. Сначала в 2010 году, потом в 2020 году. То есть она заложила как раз вот это. Это заложено было как раз, кстати, не против Западной Европы, не против Украины, не против тем более стран Балтии, а заложено было против Китая, потому что они себе представляли, что вот если 100 миллионов китайцев просто возьмут и перейдут российскую границу, то никакой российской армии, ни с каким российским оружием обыкновенным этих китайцев обратно там не убить или не выдавить на обратную китайскую территорию. Придется применять что-то другое. Единственный способ такой, победить в такой войне, по крайней мере, не проиграть сразу в такой войне, это применить ядерное оружие. Вот. Китай, кстати, это тоже понимает, и поэтому у Китая на момент подписания и изменения этой доктрины было там 200 ядерных боеголовок, а теперь у него 500 ядерных боеголовок. А через два года будет 1000 ядерных боеголовок. То есть, в принципе, сравнимое, уже примерно сравнимое с Россией количество ядерных боеголовок, потому что у России там, конечно, формально числится 5800 боеголовок, но там три составляющие. То есть, там на боевом, как бы, готовые к употреблению, это всего 1500 боеголовок у Российской Федерации. Потом еще 2500 – это то, что лежит в запасниках, и еще там 2000, или там, ну что, 2000, что-то, что лежит в запасниках, и еще 2000 – это то, что уже не годно, но еще не уничтожено. То есть, они потенциально могут еще использоваться, но там гарантии, что они взорвутся, нет даже чисто по физическим причинам, потому что топливо радиоактивное, или там вещество радиоактивное, там уже на самом деле период полураспада прошел некий для радиоизотопов, и там нет гарантии, что там состоится ядерная реакция. Вот, то есть, там, грубо говоря, надо модернизировать, то есть, там надо вынимать некие компоненты и заменять, а это стоит больших очень денег. Вот, Франция, например, для примера, у нее 300 боеголовок ядерных боеприпасов. Вот, для того, чтобы они постоянно находились в действии, Франция каждый год выделяет, по-моему, 3-4 миллиарда евро. Это просто на поддержание в нормальном состоянии всего этого дела. Российская Федерация, кстати, она таких денег не выделяет, и поэтому есть очень большие сомнения, что у нее вообще ядерный запас реально работающий. Ну, то есть, она выделяет, она, может быть, поддерживает несколько сотен боеголовок в нормальном состоянии, а вот все эти тысячи, которые у нее там числятся, это вполне вероятно, что это вообще вещи, которые давным-давно уже прошли свои сроки годности и никогда не поддерживались, никогда там не заменялись изотопные материалы, никогда там не заменялись основные материалы, там, Плутон или Уран, в зависимости от того, какого вида ядерное оружие. Вот, так что в этом смысле у Российской Федерации плохое положение по отношению к Китаю, и Тайвань пытается таким образом, общественное мнение китайское, натравить на слабую Россию, то есть, грубо говоря, он намекает на то, что, ну, зачем вам война со сильным Тайванем, потому что у Тайваня сильная армия, у Тайваня западное оружие, которое работает, то есть, он просто так не сдастся. То есть, грубо говоря, он намекает, что вы получите вторую Украину, которая может быть формально слабее, но на самом деле два с половиной года совершенно спокойно выдерживает атаки Российской Федерации, тем более, что Российская Федерация теперь ослабла, у нее заканчиваются снаряды и так далее, то есть, она не сможет никак помочь Китаю, вот, и Китаю надо брать примеры, в этом смысле хорошие, и не надо связываться с маленьким, но сильным Тайванем, лучше отобрать миллион квадратных километров у большой и слабой Российской Федерации, которая ослабла, которая не сможет на это ответить даже. Сергей Олегович, 12-й уже генерал задержан по подозрению в коррупции. Зам командующего Ленинградским военным округом Валерий Мумиджанов задержан по обвинению в получении взятки, его уже этапировали в Москву, задержали его в Воронеже, ну и вот сейчас пишут о том, что будет допрошен, скорее всего, по его делу генерал Лапин. Скажите, пожалуйста, уже 12-й генерал в окружении Шойгу, вот эта вся история, какой будет иметь финал, вот как вы видите ее в развитии, и какую можете дать оценку, какова перспектива ближайшая? Это очень хорошая новость для Украины, потому что это то, что мы с вами уже говорили неоднократно, я вам говорил уже в мае месяце, что Министерство обороны в Российской Федерации теперь не работает, потому что весь центральный аппарат парализован, потому что там либо всех уволили, либо всех посадили. И продолжается эта штука, потому что каждый посаженный, которого допрашивают, он дает показания и, соответственно, увеличивает потенциал новых посадок, потому что коррупция – это преступление, которое вы не можете совершить в одиночку. Коррупция – это всегда, есть всегда кто-то второй, третий, четвертый, пятый, который принимает в обмен на ваши деньги выгодное вам решение. На самом деле коррупция – всегда человек, есть человек, который занимается коррумпированием чиновника, есть чиновник, который коррумпируется. Плюс есть его начальники, плюс его покровители в Кремле, в ФСБ и так далее. То есть на самом деле это очень хорошая новость для Украины. И на самом деле Путин здесь тоже совершил очередной акт самоубийства и идиотизма, потому что он сам своими руками уничтожает Министерство обороны. Это очень хорошо, потому что чем больше генералов в Российской Федерации будет посажено, тем проще Украине будет победить в войне против Российской Федерации. Посажено там могут быть абсолютно все, потому что некоррумпировых людей в Российской Федерации нет. То есть они, может быть, есть потенциально где-то, но они не работают на значимых должностях. На значимых должностях работают только те, кто участвует в коррупционных схемах. Вы иначе не можете выжить в чиновничьей борьбе, потому что всем надо заносить. И если вы не умеете получать или заносить, то вы не сможете сохраниться на своем месте. И поэтому в этом смысле Путин абсолютный самоубийца и идиот. Опять же, это клинический идиот. Это доказано уже, в общем, всеми его вещами, потому что он всегда добивается, при всех словесах, при всех красивых выступлениях, он всегда добивается обратного результата. И результаты, которые не выгодны ему, ему прежде всего. Причем ему не просто как человеку, а ему как коррупционеру. Это не выгодно. Ему как человеку, который насадил некий режим, который сидит уже 25 лет. То есть он сам своими руками разрушает свой собственный режим изнутри. Это тоже очень хорошая штука. И дай бог, что у этого идиота все получится так, как получается во всех остальных местах. Ну, а старая история уже говорила в российское время. По-моему, Суворову приписывают такое заявление, что в армии каждые два года можно расстреливать интендантов без суда и следствия или вешать. Потому что они уже столько наворовали, что они уже заслужили эту кару. И там даже разбираться не надо. То есть по умолчанию просто спрашиваете, ты кто? Интендант в армии. Окей. Значит, каждые два года просто тебя можно ставить в стенки без суда и следствия. И вы будете правы. Потому что в любом случае в армии интендантов, которые не воруют, нет. Сергей Олегович, ну ведь в Госдуме уже выступают с инициативой возвращения смертной казни в РФ. То есть то, что вы говорите сейчас как в сравнении, да, оно может реализоваться на практике, если соответствующие законы будут приняты. Да, оно может реализоваться на практике, потому что мы должны понимать, Путин идиот еще в каком смысле? Он вот вспоминает все время какую-то историю, которая его устраивает, но не знает историю, как науку, которая учит нас жить мудрее или умнее в нашей жизни. Вот он не понимает, например, что если ты запускаешь чистки какие-то, то чистки сожрут тебя. Я вам напомню, что все комиссары госбезопасности, начиная с Егоды и с Минжинского, все были расстреляны. Все были расстреляны. Там не было ни одного, кто не был расстрелян. Потому что они сначала... Егода расстрелял Минжинского. Минжинского расстрелял Ежов. Ежова расстрелял Берия. Потом Берия выскользнул. И потом следующих расстреляли уже после смерти Сталина, расстреляли Берию, Абакумова и Меркулова. Всех расстреляли. Не было ни одного комиссара госбезопасности Бортникова, который бы закончил жизнь в своей постели. Ну а также расстреляли всех, кто расстреливал. То есть на самом деле Чистки это самопожирающая машина, которая сначала уничтожает конкурентов, а затем уничтожается сама. Вот и Путин, идиот, который не знает этой истории, он запустил эту машину. И будет, дай бог, если она не остановится, если она пожрет его вместе с его режимом. Глава Следственного комитета России Бастрыкин, кстати, созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений и посвящено это совещание высокому уровню преступности среди мигрантов. Бастрыкину будут докладывать о расследовании преступлений, которые совершены приезжими, а также о работе с задержанными по их отправке в так называемую зону СВО. Скажите, пожалуйста, это, знаете как, мобилизация скрытая, о которой сейчас так часто говорят, что Путин должен был объявить вот уже в сентябре? Ну да, это попытка найти каких-то новых людей, которых можно отправить на мясорубку на украинские фронты. Естественно, у него не хватает людей, и ему нужно сделать так, чтобы это был какой-то социальный слой, который бы не породил бы в Российской Федерации напряженности среди основного коррендованного населения. Потому что он понимает, что если он начнет забирать срочников или объявлять мобилизацию Российской Федерации в крупных городах, потому что в России, по-моему, 60% населения проживает в крупных городах. Вот до сих пор брали из Тувы. Из Тувы Путин сказал, что там 10 тысяч человек забрали, а в Туве всего 330 тысяч человек. А если трудоспособное население, то всего 180 тысяч. То есть каждого там 6-го, получается, забрали в Туве на операцию. Потому что тем более, что он соврал, потому что там наверняка не 10 тысяч было, а там 20, все 20 тысяч. А если взять только мужчин, которые проживают в Туве, то там, получается, чуть не каждый третьего уже забрали. Ну и там уже никого найти нельзя добровольно, который бы согласился бы за большие деньги и за посулы идти добровольно умирать. Поэтому, естественно, у него есть необходимость. И вот следующий слой, который может быть там после тюрем, вот нашли мигрантов. Это тоже самоубийственный шаг, потому что на самом деле Путин опять доказывает, что он идиот. Потому что в Российской Федерации, в которой забрали мужиков на войну и убили там, чтобы экономика Российской Федерации крутилась, нужно набрать новых мужиков где-то. Потому что женщин есть, так сказать, профессии, где женщины не могут работать. И поэтому нужны мужские рабочие руки. Эти мужские рабочие руки поставляла Центральная Азия. И теперь из-за проблем, которые возникают местным населением, вот потому что завезли слишком много, потому что Российская Федерация, с одной стороны, убивает своих собственных граждан. Путин убивает в Украине вашими руками. А с другой стороны, Российская Федерация это страна, которая вымирает сама по себе, потому что там спиваются, там убивают друг дружку и так далее. И единственный способ выжить экономически в Российской Федерации это получить мигрантов, иностранные рабочие руки. Без иностранных рабочих рук Российская Федерация вообще остановится. Потому что есть у него какие-то там женские или квалифицированные руки, которые работают, может быть, на военных предприятиях. Но все, что не квалифицировано, все стройки, все уборки, все магазины там и так далее. Там все везде работает или в большом объеме работают мигранты. Но, естественно, когда вы заводите в таком количестве мигрантов, которым, кстати, даете разрешение привезти свою семью, и вы таким образом, на самом деле, создаете самим себе на территории Российской Федерации огромное количество проблем с местным населением, с мигрантами, которые не ассимилируются, которым раздаются российские паспорта просто вот так вот направо и налево, лишь бы только они захотели приехать работать на тяжелых работах. А потом теперь Путин вспомнил, сказал, что, а, у вас российские паспорта, значит, вы мне что-то должны. Ну, значит, давайте идите на войну. И до нас это тоже очень хорошо, потому что в любом случае либо их заберут на войну, но они, в общем, не очень хотят воевать, то есть они сдадутся в плен или будут убиты, потому что они не умеют воевать, либо, и в любом случае, их снимут с тех рабочих мест, на которых и так уже не хватало рабочих рук, и российская экономика будет загибаться еще быстрее, чем она загибалась. То есть это хорошая новость для нас. То есть чем хуже всякие инициативы Следственного комитета, Федеральной службы безопасности, МВД по отношению к гражданам и негражданам, тем лучше для Украины. Сергей Олегович, еще одна интересная тема, которую с вами хочу обсудить, поскольку Телеграм и Дурова, эту тему мы с вами так или иначе обсуждаем, в продолжении. В России после ареста Дурова запустили мессенджер для военных вместо Телеграм. Сразу после ареста Дурова мы помним, насколько за паблики сильно рефлексировали. Многие эксперты даже иронизировали, что, мол, задержан чуть ли не главный связист сейчас вооруженных сил РФ. Ну и вот сейчас предлагают для российских военных новый мессенджер. Как сообщают российские СМИ, сервис работает без серверов и единых баз данных. Прокомментируйте, пожалуйста, что для координации, для информации, для российских военных это все сейчас дают. Ну, для российских военных у них была проблема вот какая. В российской армии есть, на самом деле, какие-то кодированные телефоны, но их немного, и радиостанции, их Россия не умеет делать. Они все делались за счет электроники западной. В Зеленограде и в других каких-то электронных центрах не умеют это делать или делают плохо. Это не работает или это слишком сложно. То есть вот закодированные телефоны, российские, которые созданы, там даже офицеры с высшим образованием или там с академиями, они не умеют пользоваться. То есть они слишком сложны. И в боевых условиях это доказало свою непригодность. То есть слишком сложна эта техника. И поэтому они использовали просто открытые средства связи. Это очень хорошая новость для Украины, кстати, опять же, потому что Украина таким образом слушала, когда они переговаривались по китайским каким-то переговорникам, которые не были защищены, или по китайским мобильным телефонам, которые тоже не были защищены. Потому что они же покупают не айфоны, да, они же покупают не дорогие телефоны, они покупают дешевые телефоны, которые не защищены от всего этого дела. И пользовались Телеграмом. Причем исключительно Телеграмом. Потому что украинская сторона тоже использует всякие возможные там и WhatsApp, и еще что-то. Но она комплексно использует. Поэтому вы никогда не можете, если вы залезете в одну какую-то платформу, вы никогда не получите общий полный массив данных, которые вам помогут эффективно работать на фронте. А российская сторона так и делала. Она работала в Телеграме. То есть украинские хакеры взламывали Телеграм, на самом деле, который легко взламывается. И таким образом часто вообще были в курсе того, как планировались операции Российской Федерации. Проблема украины была в том, что у нее не было достаточно вооружения, чтобы даже на это отвечать. Она даже, может, и знала, что планирует Российская Федерация. Но когда вам Соединенные Штаты Америки не поставляют 8 месяцев вооружения, то вы вынуждены воевать с тем, что есть. И это не очень просто. У Российской Федерации проблемы, естественно, после Телеграма теперь нужно было куда-то перепрофилировать. Но это еще лучше, потому что вы сами понимаете, что этот мессенджер, который возник вот так вот спонтанно, это вещь, которая сделана на левой коленке. Вот. И поэтому украинские хакеры, естественно, его взломают еще проще, чем Телеграм. Вот. И очень хорошо, что Российская Федерация использует этот новый мессенджер, потому что Украина таким образом будет абсолютно в курсе всего того, что происходит в российских войсках. Сергей Олегович, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу, за то, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам, делиться своими размышлениями с нашими зрителями. Для нас это очень важно. До скорых встреч. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...